Когда училась плавать, я тонула там несколько раз. Ну, живая, живая, слава богу. Был случай, когда мы с семьей и с друзьями были на речке в районе Белых Песков. И когда мы с детьми играли в мяч, я попала в яму. Там была моя одноклассница, и вот она видела, что меня с течением носит, и она меня просто достала из воды, она умела плавать. Бобруйск, спасательная станция номер один. С начала купального сезона из водного плена здесь освободили 16 человек. Из них 11 несовершеннолетних. По статистике, чаще всего тунут люди в нетрезвом состоянии и дети, оставленные без присмотра. Чтобы предотвратить беду, спасатели пообщались с юными бобруйчанами. Нельзя без родителей ходить на речку. И если ты не умеешь плавать, нельзя заходить выше пояса, чтобы не утонуть. И когда ты попал в водоворот, нужно опустить на глубину, оттолкнуться и плыть по течению ближе к берегу. Я узнал, что не надо паниковать, если ты не чувствуешь дна. Как выбраться из водоворота. Еще, что если ты не умеешь плавать, после пояса не надо уходить, это течение унесет. Мне понравилось, как рассказывали про баллоны и что я маску надевала. И еще, мне понравилось слушать. Школьникам без прикрас рассказали о том, как шалость оборачивается трагедией. Краткий курс безопасности на воде, викторина и шквал вопросов. Больше всего внимания детей приковало снаряжение водолазов. Примерить захотел каждый. Костюмы для любых температурных условий, ботинки, перчатки и ласты. В комплекте также акваланг и грузы весом 25 килограмм. Достаточно тяжелые. Опытный водолаз наденет это снаряжение за полминуты, когда на кону жизнь человека каждая секунда на счету. Зона действия станции – 1200 метров в обе стороны. Акватория Березины хорошо просматривается. Матросы-спасатели меняются на посту каждые два часа. На связи. Как обстановка? Все спокойно. Два часа нет. Хорошо. Продолжаю наблюдение. Конец связи. Когда море по колено, работники станции признаются, тех, кого придется спасать, распознают с первого взгляда. Мы когда сидим на вахте, люди подъезжают возле мечты, там шашлычница есть. Мы уже смотрим на них и понимаем, мы уже видим будущее. Это уже наши клиенты. Пока нам удается предугадать, предсказать и вытащить наперед. Дни безопасности на воде с участием летних лагерей спасатели станции проводят ежегодно. Научить с малых лет в приоритете. За прошлый год у нас было на станции спасено 24 человека, из них 18 детей. Предупреждено было 50 человек, из них 42 ребенка. Иногда в воде бывает уже слишком поздно. Вот и стараются спасатели еще на берегу донести важную и нужную информацию. Ведь правду говорят, предупрежден, значит вооружен. Мария Бушкевич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова